сейчас проверю роколовку если там есть малек гальянчик я его попробую засолить и сделать анчоусы отдых там хорошие даже сидят рыбки что то есть такая вот мелочевка за ночь поймалась ворка ловочку это и будем солить сразу все хорошо просыплю солью солить такую рыбу долго не надо поэтому приеду домой и можно будет ее уже помыть и галит после того как бросил рыбу в соль прошли ровно сутки я уже дома достал оттуда отдельного так карасиков мелких сильно меня не ругайте там на тех озерах вот именно такой размер это их не самый настоящий больше не вырастают за сутки вот такие вот ребёшки уже очень хорошо просолились теперь сейчас их залью водой и оставлю еще на час маленько чтобы они вымочились я люблю малосольную рыбу ну и вот в таком виде сейчас оставляю на час где-то через минут 20 два раза буду менять еще воду в принципе можно это сделать один раз дальше можно будет развешивать и вялить сразу же отдельно от карасиков поделил вот этих вот горьянчиков их вымачивать не буду просто хорошо два раза промыл под проточной водой а сейчас можно будет надеть их на проволочку и уже вялить это вот будут анчоусы взял обычную капроновую нитку иголку толстую просто через глаз вот так вот начинаю насаживать эту мелочевку у нас на улице прохладно 10 градусов мухи нету так что даже накрывать и ничем не буду завтра будет готова и вот такая вот гирляндочка получилось это были живцы на которых я ловил судака но решил я из них сделать анчоусы чтобы они не пропали достаточно вспомнить сколько стоит маленький пакетик анчоусов в магазине и вы поймете что здесь у меня на одну хорошую как бы там пивную вечеринку для одного человека гальянчики есть ну и все-таки как не как лето на всякий случай развесил все это дело в коптилочки вот таким вот образом сейчас закрою дверь но я думаю день-два и она будет готова сильно сушить ее не надо она должна быть чуть-чуть такая гнущаяся чтобы легко было потом снимать чешую это вот у меня гальянчики но с карасями я буду заниматься где-то через час пусть они еще вымачиваются и так прошел час сначала того как я начал вымачивать карасиков менял два раза воду теперь принципе их можно также развешивать вялиться их я буду одевать на шпажки бамбуковые небольшими порциями и также потом отправлю в коптилочку ну и в общем вот такая вот у меня микро красота получилась теперь остается подождать примерно около суток когда это все подвялится и можно смело бежать за пивком если все-таки муха у вас там будет летать можно насыпать кастрюлю немного опилки и чуть-чуть ее поджечь закрыть дверцу рыба прям слегка слегка подкоптится прям буквально там чуть-чуть и муха уже на нее не будет садиться ждем теперь когда вот эта вот вся красота у меня подвялится и будем дегустировать вот так вот чуть-чуть подпалила пылочки и закрываем небольшое включение совсем чуть-чуть как вы видите обволокло рыбку дымком теперь на нее точно не сядь никакая муха но на вкусовые качества это практически никак не повлияет будет даже немного вкуснее чуть-чуть она будет с дымком вроде как немного под копченым все друзья теперь в таком виде я это все дело оставляю и увидимся уже когда будет все готово смотрите уже какая красота у меня получилось из-за того что у нас несколько дней стояла влажная дождливая погода вялял я вот эту вот рыбку не сутки как предполагал а почти трое суток она мне провисела вот этих гальянчиков я специально не замачивал а просто помыл и то есть как видите на них выступила соль карасиков я вымачивал около часа ну а теперь остается только это все дело продегустировать как вы убедились ничего сложного взяли мелкая рыба нету практический процесс проходит точно так же как из крупной только намного все быстрее и солится быстрее и сушить ее быстрее так ну вот друг у меня сейчас продегустирует лишь не ожидал но очень вкусно так что вот такой вот очень простенький рецептик вместо семечек самыми смотрите какое тут мяско провялились отлично на вкус сейчас спиночку попробую малосольники как я люблю вот сутки солились час вы мочу как раз получается малосольные какая вкуснота не пожалел так сделал так что если кому-то этот рецепт понравился берите на заметку ставьте лайки кому не понравилось ставьте дизлайки обязательно что-нибудь пишите в комментариях всем спасибо за просмотр приятного аппетита нам до новых встреч до новых видео всем пока